Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о бренде Evelyn. У меня для вас есть и новинки, и культовая классика, но как-то мне не доводилось пробовать этот бренд, по крайней мере я не помню, чтобы я что-то пробовала, ну или по крайней мере, чтобы делала полностью весь макияж одним брендом. Сегодня мы как раз этим с вами и займемся. Весь макияж, который вы видите на мне, сделан исключительно косметикой Evelyn. И мне кажется, что это один из тех брендов, обзоры на который крайне важны, потому что здесь есть как абсолютные провалы, которые вот прям вот совсем не советую. И если на это нарваться, то скорее всего вы пожалеете потраченных денег, но в то же время здесь есть и абсолютно потрясающие какие-то находки, которые стоят просто буквально копейки, но при этом качество у них просто бомбовое. В общем-то, как всегда, в процессе создания этого макияжа все я буду комментировать, и давайте к этому и приступать. Фух, сегодня просто нереально жарко. Я сделала сначала свою обычную укладку, а потом слегка так убрала волосы, потому что мне казалось, лицо сейчас просто загорится. Поэтому сегодня, помимо всего прочего, косметика еще будет подвергаться экстремальным условиям. Начнем мы с вами, как обычно, с глаз, и я вам сейчас покажу просто нереальную палетку, на которую можно залипнуть вот так вот очень легко на пару часов. Я когда увидела эту палетку даже в интернете, мне это сразу напомнило вот эти вот знаменитые чехлы от Skinny Dip, у меня вот такой вот один вот был, сейчас не используется. На эти блестки можно просто вечно смотреть, очень красиво, и вы знаете, вот такие вещи можно просто даже вот, если сама палетка надоест, то потом можно просто где-то поставить на туалетный столик и периодически ее так поворачивать и просто наслаждаться видами. Но, естественно, вас не внешняя упаковка интересует, это, кстати, палетка Evelyn Sparkle Eyeshadow Palette. Это вот такая вот девяточка теней, очень теплая, очень рыжая. Однозначно сразу могу сказать, что с такой палеткой вы сможете сделать терракотовый или рыжий макияж. Скорее всего, помимо этого у вас больше ничего не получится. Что касается качества этих теней, я, если честно, была в очень глубоком шоке, когда я начала использовать эту палетку. Качество мне напомнило действительно такие вот дорогие формулы, типа Anastasia Beverly Hills, типа Dose of Colors. Матовые оттенки невероятно насыщенные. При этом я бы не сказала, что они слишком там сильно пылят или осыпаются. Единственное, вот этот самый темный оттенок, он немножко такой вот более полупрозрачный. И можно затемнить макияж, но, тем не менее, скорее всего, вам придется наслаивать. В общем-то, давайте начинать что-то делать. Я вам сейчас покажу ее в действии, конечно же. И последнее, что хотела упомянуть, здесь тоже очень классное зеркало. Если вот эта вот гамма, это то, что вы обычно используете, то вот такая палетка, знаете, и в пир, и в мир, и куда-то в путешествия, и с собой в косметичку взять, она небольшая, у нее немножко тяжелая вот эта вот крышка, но, тем не менее, все равно она при этом очень компактная. И первым я возьму вот этот оттенок. Знаете что? Мне пришла в голову идея. Я хочу сегодня сделать не просто классический макияж, а что-то типа такого, как градиентного смоки, чтобы прям вот по всему веку, и буду постепенно затемнять вот так вот по горизонтали. Следующим возьму вот этот терракотовый оттенок. Теперь в ход пойдет вот этот темный бордовый. Ну и закончу растушевку я вот этим самым темным оттенком. Ух, глаза получаются просто огонь! Я пока на этом оставлю верхнее веко, и скоро мы с вами перейдем на нижнее веко, но перед этим я хочу еще сделать стрелку. Жидкую подводку я сегодня буду использовать тоже от Evelyn. И, честно говоря, я когда увидела эту подводку в продаже, я прям аж запищала от восторга, потому что я подумала, что возможно я нашла самую дешевую вот такую вот жидкую подводку в форме фломастера, но не с фетровым аппликатором, а с ворсовым. Пока что самая дешевая аналогичная подводка, но при этом качественная, это L'Oreal Flash Cat Eye. У меня эта подводка уже достаточно долгое время в использовании, постоянно ей пользуюсь, вообще у меня нет к ней претензий. Вот эта поначалу мне тоже безумно понравилась, очень у нее удобный этот аппликатор ворсовый, я обожаю просто. Вот у меня где-то вся эта косметика Evelyn в пользовании около месяца, наверное, и подводка начала уже подсыхать, что, в принципе, я считаю, слишком быстро для подводки. Блин, у меня такое впечатление, что она у меня уже вообще засохла. Сейчас я попробую вам показать. Изначально она рисовала очень четко, а сейчас вот она как-то пачкать начала. То есть вот, если кончиком рисовать, вообще ничего не происходит. И сейчас я вам покажу L'Oreal, которая гораздо дольше у меня. Видите, все равно она ведет линию очень четко. Evelyn уже как будто у меня засохла, то есть мне сейчас сложно даже сделать стрелки с помощью нее. Но ничего, мы попробуем ее разрисовать. А на нижнее веко я сейчас нанесу вот этот баклажан. И еще немного добавлю вот этого металлика. У меня есть новая тушь от Evelyn. Называется она Big Volume Real Shock. Ну, реального шока у меня с ней не случилось, конечно. Для меня эта тушь очень такая посредственная. Кстати, аппликатор, хотя вроде бы и небольшой, это силиконовая вот такая вот щеточка, но я почему-то постоянно ею пачкаюсь. Постоянно мне нужно подтирать, особенно нижние ресницы мне неудобно красить. И еще, кстати, эта тушь у меня осыпается. Она мне осыпается очень мало тушей. С глазами я закончила. Самое время приступить к лицу, пока я еще совсем не расплавилась. Хотя мне кажется, что уже я где-то приблизительно процентов на 80 там. У меня есть что-то типа то ли праймера, то ли хайлайтера. Вообще, в принципе, здесь написано, что это хайлайтер. Это, по-моему, новинка, называется это Glow & Go Highlight Face Illuminator. И оттенок у меня Golden Glow. В качестве праймера я точно не буду его использовать, потому что я вам сейчас покажу просто swatch. Это слишком золотой оттенок. Это действительно больше кремовый хайлайтер, но этот оттенок, мне кажется, для светлых тонов кожи совершенно не подходит. Его, если даже очень деликатно наносить, все равно он выделяется на лице. То есть, если у вас есть красивый загар или у вас более смуглая кожа, тогда да, я могу представить, что это будет выглядеть красиво. Но на моем оттенке он выглядит именно темным пятном, а в зоне нанесения хайлайтера темное пятно, ну, как-то не очень. Поэтому мы с вами сразу будем переходить к тональной основе. И, наконец-то, мои ручки добрались до вот этой знаменитой тональной основы, которая называется Liquid Control HD Long Lasting Formula. Здесь написано, что это 24 часа стойкости, матирующие капли, и также здесь внизу написано эффект Baby Face. Вот с этим я могу практически полностью согласиться. Действительно, после того, как наносишь эту тональную основу, по крайней мере на моем лице, а у меня, ну, сейчас кожа, наверное, ближе к нормальной. Не могу сказать, что она сильно сухая. Немножко суховатая, но ближе все-таки к нормальной. Короче говоря, после нанесения кожа становится такой немножко как бархатистой. Вот действительно такой Baby Face получается. Я взяла себе тоже оттенок номер 15 Light Vanilla. В принципе, я считаю, достаточно хорошо он мне подходит. Быстрее... Аааа! Ну, Baby Face на платье мне совсем не нужен. Покрытие у этого тона тоже очень хорошее. Хорошо распределяется. И действительно, вот в такую вот жару очень приятная тональная основа, потому что она как-то контролирует все процессы вашей кожи. Я имею в виду, что если вы вспотели, то она продержится, и она как-то действительно матирует. Но матирует не так, что прям сухо все выглядит, а матирует как-то вот именно бархатным таким вот эффектом. Очень мне понравился этот эффект именно в такую погоду. Зимой, я уверена, я не буду носить эту тональную основу, потому что мне будет неприятно, и скорее всего кожа моя будет пересыхать. Но вот сейчас в такую мега просто жарень, это действительно классный продукт. И пускай вас не смущает формат капель, потому что это не легенькая тональная основа, которую еле заметно на лице. У нее очень хорошее среднее покрытие. В принципе, можно в каких-то зонах ее даже наслоить, но я не вижу в этом смысла. Она основные проблемы, в принципе, перекрывает. Все, что она не перекрывает, лучше перекрывать дополнительно консилером. Мне тоже очень нравится, как она ведет себя на более текстурных зонах. Мне кажется, она сглаживает кожу, делает такой легкий эффект фотошопа. По крайней мере, на носу у меня сейчас очень сгладились все поры. И вообще, в принципе, все лицо такое немножко более сглаженное. Вот как они вам обещают, baby face, так вы, в принципе, максимально к этому, наверное, и приблизитесь с помощью этой тональной основы. Что касается ее состава, то этот эффект обеспечивают силиконы, естественно, и также тальк. Это то, что, в принципе, в основе этого тонального крема. И совершенно неудивительно, потому что как раз-таки эти ингредиенты в первую очередь используют, когда хотят сделать вот такое, что-то матирующее и в то же время сглаживающее текстуру. Если вы против этих ингредиентов, то имейте в виду, что они здесь есть. В общем-то, в заключение могу сказать, что это действительно очень хорошая тональная основа из бюджетного сегмента, именно с такими характеристиками. Очень стойкая, матирующая и сглаживающая текстуру. Идем дальше. У меня бронзер и хайлайтер есть. Это тоже, по-моему, новинки. Называется Glow & Go. Бронзер у меня в оттенке 01 Go Hawaii. И сразу предупреждаю, что это очень светлый бронзер. И если ваша проблема заключается в том, что на вас все бронзеры рыжие, темные и что-то с ними не то, вот можете попробовать этот. По крайней мере, зайдите в магазин, сделайте свотчи. Потому что этот бронзер, он ненасыщенный. Вот так вот делаешь свотчи, даже так хорошенько потрешь. И вот как-то не очень он насыщенно переносится на кожу. Практически его не видно. Не то, чтобы его совсем нет. То есть на моей коже его видно, но он создает очень деликатный эффект. И кому-то это очень понравится. У меня такое впечатление, что это запеченная формула. Поэтому более такой нежный эффект. И если вам такие эффекты нравятся, то вам и понравится этот бронзер. Я не буду его ругать, я не хочу сказать, что он плохой, или он там не пигментированный, или что-то в этом роде. Мне наоборот нравится, что он такой деликатный. Потому что не всем нужен такой бронзер, знаете, вот реально супер серо-коричневый, или наоборот супер рыжий, или просто насыщенный. У некоторых вообще очень тяжелая рука, и бывает сложно просто-напросто нанести, чтобы не поставить пятна. Вот этот очень деликатный, вот этот для супер новичков подойдет. Если вы никогда бронзером не пользовались, вот попробуйте этот, потому что с ним практически невозможно ошибиться. С ним в любом случае вы добавите такое легкое освежение лицу, но в то же время никаких ни пятен не будет, ни полос, ни бакенбардов, ничего такого. А вот хайлайтер совершенно противоположный. Это абсолютно та же линейка Glow & Go, у меня оттенок тоже номер 01 Champagne. Хайлайтер безумно насыщенный, и он очень светлый тоже. Вот посмотрите, как он переносится по сравнению с бронзером. И вот я еще бронзер не стирала, вот здесь вот есть легкий намек на бронзер. И хайлайтер по сравнению с ним, это просто свечение из космоса, как говорится. Вместе они смотрятся немного комично. Бронзер такой, знаете, еле-еле душа в теле, а хайлайтер такой, вот знаете, заявляющий о себе. То есть они вместе немножко не сочетаются. То есть мне кажется, здесь или бронзер нужно усилить, или хайлайтер убрать. То есть одной из двух бровей. Вот эта штука, которая у них называется Brow Styler, три в одном, мне абсолютно не понравилась. Вот просто категорически мне не понравилась. Если все остальное, знаете, ну или дело предпочтения, или дело там в оттенке, который мне не подходит, но другому человеку вполне может подойти. Абсолютно отвратительнейший карандаш. Он очень липкий, очень восковый, очень ставящий пятна, абсолютно не поддающийся растушевке. И вот когда я пару раз красила им брови, я ловила себя на мысли, что я просто хочу пойти умыться, потому что мне вообще не нравится, как выглядят мои брови. Здесь, кстати, с другой стороны тоже есть, как вот у Art Deco. Помните, я вам тоже показывала аналогичную штуку, типа еще пудра для бровей. Оттенок я, кстати, себе взяла номер два Dark Brown. Оттенок неплохой, нормально он смотрится в моих бровях. Но мне просто абсолютно не нравится, как он наносится. И у этого карандаша абсолютно, просто абсолютно отсутствует точность. Но ирония в том, что когда еле-еле его начинаешь наносить, а потом растушевывать, то появляются проплешины. Короче говоря, вот на вот этом, наверное, я сейчас свою бровь оставлю, потому что лучше все равно не будет, будет только хуже. Но вот это такой еще более-менее приемлемый вариант. А вот помадка, это совсем другое дело. У меня эта помада, которая называется Magic Lip Cream. Оттенок у меня 02 Cashmere Nude. Здесь вообще написано, что это очень стойкий эффект мягкого мата до 12 часов стойкости. В принципе, я вполне могу в это поверить. Тоже очень удобный аппликатор у этой помады. Это такой фетровый аппликатор, и у него как будто как ложбинка такая специальная есть для того, чтобы набирать нужное количество помады, для того, чтобы не нужно было по 50 раз туда-сюда-обратно. Оттенок тоже этот очень приятный, такой рыжеватый, но мне кажется, под сегодняшний макияж прям то, что нужно. Я с этой помадкой кушала и пила, да и просто своей жизнью жила, и все было нормально. Она очень стойкая, действительно. Эффект такой припудренный. Вот сейчас она еще не совсем засохла у меня на губах. Но, в принципе, при этом она все равно не отпечатывается абсолютно. Приятно ощущается. Если, конечно, носить ее каждый божий день, то со временем губы, мне кажется, будут сохнуть. Но если вам нужно для какого-то мероприятия, на выход или к случаю, то за один раз ничего не будет. Я бы сказала, вот она в течение дня носится очень даже комфортно. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, не забудьте поставить ему палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. Если вы еще не подписаны, обязательно присоединяйтесь к нашему сообществу. И можете посмотреть сейчас другие видео, которые вам рекомендует YouTube. А если вы их уже смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.